Привет, зритель. Что-то мне вчера так лень было снимать. Позавчера просто как бы некогда было. Я приехала на автобусе на вечернем. В обед мои вещи, ну, типа того, забрала старшая сестра. Ну, часть вещей в шнолбуке с собой поволокла, которую еще не доставала. И потом попала под дождик и подошла и у меня встретила моя добрая сестра на машине на скотом. Но коту не повезло, потому что раз сестра встретила на машине, значит, они еще не уехали из деревни. Соответственно, собака и, в общем, кот сидел часа полтора где-то еще вот за той дверью, еще дверь в горнице. И вот такой ящик. Тут 13 рамок помещаются примерно при всем желании. Но, может быть, даже больше, если бы некоторые из них не были такие нарученные конкретно таким воском. За ними другие рамки примерно того размера, как внизу в зеленом ящике. Вот этот ящик пока пустой, вон там еще рамки. Короче, я вчера выставляла два таких ящика в 5.20 на осушку, потому что в 5 я попыталась туда просто вывезти этот ящик. Там еще был голяк такой. В смысле, жужжали конкретно так. Я два ящика сразу туда сначала один, потом другой приволокла и уже на месте вытаскивала. И в 20 минут, точнее, в полдевятого туда попробовала сунуться вообще. В 20 минут девятого, точнее, сначала пришла, пару рамок сняла, поняла, что меня съедят. Попыталась разжечь домарь, но так как мои ближние родственники второй раз за ними уже это убирают, а потом удивляются, почему у них вещи портятся. Хотя, возможно, тот домарь испортился не по этой причине. Да, вон там Медогонка. Правда, это не наша Медогонка, изначально наша родная. Это бабушкиного старшего брата из Тюмени Медогонка. Тюмень. Я тут всерьез задумываюсь тебя посетить. Если не в конце этого года, то в следующем году. Там только живет в Тюмени. Ну, еще моя родня, с которой я виделась на последний раз в 99-м году, я даже не рассматриваю такой вариант, что, допустим, написать друг родне, сказать, родня. Знаете, я тут к вам собралась в город, можно и вас перекантуюсь. Помните, как вы у меня тусили на моей бывшей уже механковской квартире и в этой доме в деревенском? Так вот, теперь я хочу вас перекантоваться. Я подозреваю, что это не вариант так наглеть. Ну, я просто еще пока задумалась над Тюменью, там смотрела насчет поезда, как вот доехать, сколько стоит самолет, сколько стоит билет на поезд. По-моему, разницы особая нету с самолетом. От Ярика вроде как даже можно доехать на самолете до Тюмени. Или поездом. Короче говоря, другая медогонка. Ну, и выставляла я рамки на сушку. Начало говорить, забыл, но уже чем закончилось. Котом я сегодня поймал маленького мушонка часов в 8 утра. Тут мы, если так все еще и стоят сейчас на диване, кантуюсь. У нас сильный ветрищик такой, но никакого намека на дождь нету. И тучи какие-то там висят, но их вроде как прогоняет этот ветер. Я хотела с утрица, ну или где-то в это время, часов 10, ломануться в Прилоке, поедеть, погулять. Потом под церковью посидеть и надо словить. Ну и в магазин зайти, может, мороженое купить. Ну вот, по такой погоде фиг знает. Еще как-то ветер такой. Не то чтобы холодно, но он холодный, сильный. На улице где-то градусов 20, вентер. Сейчас везде тенек такой. В общем, без 20 в итоге 9 я собрала эти ящики. С пчелами. Ну, смысл, с рамками. Одна пчела. И получилось так, что часть ящиков я заполнила. Я был какой-то, ну, сначала сняла несколько рамок трындец. Потом еще сняла несколько рамок менее трындец, но все-таки ушла. И несколько пчел туда в ящики свалились, ну, вместе с рамками, соответственно. Думаю, ну, может они полежат там с открытыми дверцами, вылетят. Вот. И вот потом добрала их конкретно. Так, один унесла ящик, потом другой унесла ящик. И одна пчела все-таки осталась. И летала тут вечером. Я ее пыталась куда-нибудь выгнать, но она как-то не выгонялась. А потом уснула где-то, потом проснулась. А вот сейчас уже не жужжит, может, улетела все-таки. И вчера меня пчела, другая, вот это вот. Так вот оно. Благодаря, наверное, супрастину. Я вспомню, что родственники лопают обычно супрастин, когда их кусают. У меня, как бы, аллергии-то нету, но я не знаю вообще-то, может, это аллергия, конечно. Когда укусила пчела и там, допустим, в руку впалятся, рука раздулась, дней на пять и ходите вы вот с такой вот рукой, только раздутой. Ну, а тут у меня, как бы, в ногу укусила где-то здесь. Оно так растилось, стихлось вот так. Сначала было просто такое вздутое слегка. Ну, и я супрастинно схатнула, а потом она тупо покраснела, и вот рука вот до сих пор в этом месте, она горячая нога. И вчера было слегка больно, допустим, приседать, слегка больно слегка ходить. Ну, и, в общем, по-моему, это уже было после того, как я на велике покатилась. Скатилась. Не то чтобы с утра, но так вот где-то днем покаталась. И, в общем, как-то проблемно было еще. Думаю, как я завтра вообще поеду в эти привуки погулять. Хотела еще камеру зарядить. И да, тут что не смонтировать, потому что тут сейчас хвостиком было записи. Ну, сейчас еще поговорю, еще меньше будет. Вот что я хотела показать-то, из-за чего я камеру-то включила. Тут есть такая шикарная рамка. Я сейчас, ну, как бы, у меня меньше ящиков, чем рамок. Вот тот ящик пока пустой. Такой же ящик только в синях стоит. И он, как бы, я поставила, он тоже полный. А тут еще туева куча. Туева куча этих маленьких рамок половинниковых. И мне, обычно-то мне, как бы, я за один день справлялась, а вот третье лето уже эти сушкой занимаюсь. Мое поручение от родственников, да? И обычно, как бы, ну, я не знаю, как получалось, умудрялась. А может быть, не именно в августе сушила. Может, еще что-то. Может, просто так попадалось, а что меньше на сушку. Вот такие ящики были. Обычно вот такие у меня ящики были. Вот эти вот-то эти не припомню. Потому что вот эти, в принципе, удобнее нести даже. Ну, что, встал за ручку и все. Тут двумя руками, как бы, ногой открываешь дверь, ложишь его на пол, кладешь. И закрываешь, потом и заново берешь. Ну, не очень удобно даже спускаться со двора, с лесенки. И ступеньки там как-то поуже сразу кажутся. Да, выглядит долбанется. Да, и мои ближние родственники все-таки будут крыть крышу. После того, как я со своего путешествия, у нас что-то вся семья в этом году путешествует на юга или почти на юга. Пемза не сказали на юге. Я думала, там есть море просто на юге. Короче, вот здесь очень много этих рамок. Не знаю, сейчас вот из-за отсюда переложить сюда. и другие поставить заново. Если разгонит, тучки не будет, дождя и клетчу, будет меняемая погода. Ну, так вот, что и пчелы это осушат. Вроде как он светленькая появляется. И меня не сожрут, при том. Бедный гамачок. Я вчера, кстати, посидела на гамачке. Вчера у меня был такой отдых. Конкретно я ни коп не включала, ничего не делала, ни японским не занималась. Ак, потом к вечеру только интернет половила. У фермы, потому что что-то у меня там сколько-то сообщений от всех разных. Еще, когда я ехала на велике, пыталась сеть выйти. В одном месте, где года три назад сеть ловилась. Каждым годом интернет тут все хереновое. Ну и, короче, это, видимо, у меня вкладка с хадзиконом открыта. И там что-то от него было. И, видимо, вылезла как прочитанная. А у меня даже не то, что не загрузилась, я даже не в курсе была, что там он что-то сваял. В общем, я ходила вроде как невежливо, прочитанно, но неотвечно. Пыталась найти себе, чтобы ответ написать. Да еще глянуть, у меня там что строчил. В общем, рамка. Балтливая ремня, да? Ну, это ролик для тех, кто этот, так жаждал третьего бытия моего в деревне. Как бы так вот. Видите эту дырочку? Я сейчас куда-нибудь поставлю это. Вот обратно поставлю, ну, пальцем. Нет, и дырочка. Вот так стоишь-то и не видно. Ладно. Я просто камеру принесу и придвину. Где-то я вот на нее смотрю, я ее вижу. А камеру двигаю, не могу найти. Короче, там дырочка насквозь. Так, а вот оно. Вот эта дырочка насквозь. Нет, даже можно что-нибудь посмотреть. Первый раз, чтобы так увидела. Ну, как бы она сухая, но есть некоторые моменты, как вот, сейчас пальцем просто покажу, как поставлю. Вот здесь вот. Ой. Что-то нельзя записывать неподвижное изображение. Да я вроде, а, случайно на этот, на клавишу, видимо, фотки включила. Нажала. В общем, вот эти вот кусочки, это запечатанное. Ну, соответственно, так как оно не срезанное, то пчелы это не сожрали. Такие дела. Вот тут еще рамка, которую мы еще сестрой говорили, моей тете, что надо бы как-то ее срезать, потому что распечатать. Там мед, ну, не то что прилично, но побольше, чем, допустим, вот у этих. Ну, в общем, вот такие пироги. Я еще не завтракал. У меня тут телефон родственникам заряжается. Вообще, я вчера хотела вас есть, тут такой сферический бардак был. Что-то там все лежало, но что-то я забыла в итоге заснять. Или отвлеклась, или лень мне было. Не смотрите на этот Бибикей, я вообще без понятия, как его включить. Но он как-то подсоединен к телевизору еще за последние два года жизни бабушки, наверное. Ну, в 2014, наверное, еще. И мы включали, и там вот синий экран, и мы с ней не бельмеса были как-то делается. О, слушайте, люди, солнышко, походу, дело вылазит. Ну, как-то вот, ну, видно. Я надеюсь, что он разгуляется, и где-нибудь час съезжу в Прилуке погуляю вместе с камерой. Надо только подзарядить будет. И вон там, вон, те две бутылки у ведра, видите, это ловушки для волос. Ну, мой велик, которому не очень повезло. Не знаю, кто его так умудрился раскурочить, что когда я вчера доставала. Корзиночку-то я сняла, но, в общем, ту штуку, которая держит корзиночку, перевернули. Руль, соответственно, вывернула наизнанку, и со всей мощи, и дури, и силой стопудово отдирали мой звоночек. А он так, наверное, кто приделан, что видно, что вот именно звоночек я не нашла. Что вот где плазмассовая штучка отсобачена прямо вот так в скос. Жалко. Он мне нравился звоночек. Вообще, я не понимаю таких людей, которые шарахаются так, чтобы аккуратно туда все поставилось, что никому ничего не мешало, можно было просто вглубь продвинуть. В общем, вот решили меня звоночка на моем беречке. Ведь он же еще не раздолбанная, просто вот берег для деревни. Я изначально его покупала для деревни. Хлопнула дверь от ветра. И эти срули все еще тут с этим надо отмыть, потому что срули насрали. Даже инструкцию по применению дали, как отмыть этот срач от сруль. Я имею ввиду этих ласточек. Потому что вчера они мне попались, а из-за чего я как бы не рискнула их пока тревожить. Думаю, хрен знает. Может, они там, я буду убираться, они будут истерить, но их нафиг. Еще у нас срубцы страху на меня. Хотя говорят, что если на вас случайно как нула птичка, то это, к счастью. Какому интересному, знаете. В общем, всем пока. Это был третий день моего бытия тут.